Пам-пам, Карина у микрофона! Сегодня хочу рассказать об игре Гирус, которая вышла на Несс. Год 2500-й. Человечество колонизировало всю Солнечную систему, заселив все планеты от Плутона до Меркурия. Колонии существовали в мире и спокойствии до тех пор, пока на территорию людей не вторглись корабли смерти враждебных инопланетян. Инопланетным захватчикам удалось обезвредить весь флот людей и захватить все планеты Солнечной системы. Теперь единственный шанс человечества избежать полного уничтожения – одинокий пилот космического истребителя, отправляющийся с края системы, освобождать захваченные планеты одну за другой. Игра относится к жанру Tube Shooters, под жанру классических Shoot'em Up. Как и в фиксированных шутерах, например, Галога, игроку предоставлена одна ось движения, но не по линии, а по замкнутому кольцу на внешнюю краю игрового экрана. Игрок управляет космическим истребителем и должен на протяжении 39 уровней уничтожать многочисленных врагов, космические корабли неприятеля, и избегать столкновения с различными препятствиями – метеоритами, огненными шарами и тому подобное. Большая часть врагов появляется группами и как бы из-за экрана, и после непродолжительного движения по экрану удаляется в центр игрового экрана, сильно уменьшаясь в размерах, так что попасть в противника становится намного сложнее. Часть врагов может появляться одиночно и самостоятельно покидать экран, если их не уничтожить. Цель игры – освободить по одной все планеты Солнечной системы от захватчика. Каждый этап имеет отличное построение. Так, в каждом первом этапе игроку необходимо отбить 4 волны вражеских кораблей. В каждом втором, вдобавок к этому, появляется непрерывно стреляющая станция в центре экрана, которую также необходимо уничтожить. А в заключительном этапе, после 4 групп инопланетных захватчиков, игроку предстоит встреча с боссом, особенно сильным противником. Кроме того, во всех версиях игры, после прохождения очередной планеты, начинается бонусный уровень, позволяющий игроку набрать дополнительные пункты, не боясь потерять свой корабль, который в основной игре уничтожается уже с первого попадания или столкновения. И да, в GTA San Andreas на приставке в доме главного героя существует мини-игра «They crawled from Uranus», которая является клоном Giros.